И у нас на прямой связи журналист из Франции, Денис Стрелков. Денис, здравствуйте. Да, здравствуйте. Николай Саркази отправлен под арест на один год. Интересно, что решение предусматривает, что он должен провести его в тюрьме, но он проведет его дома. Вот не могли бы вы объяснить нам все казусы, которые возникают? Посмотрите, ну, во-первых, надо понимать, что это уже не первый обвинитель приговор Саркази. Он уже должен был до этого провести год в тюрьме, но то же самое произошло. В итоге, во-первых, он приговор оспорил, а во-вторых, в тюрьму он не отправился. Все это в итоге заменили электронным браслетом. Не то чтобы прям совсем домашний арест, это подобие домашнего ареста. Сложно назвать какой-то реальный аналог со российским наказанием. Все это, кстати, как раз пошло примерно от тех реформ, которые Саркази когда-то по иронии судьбы и проводил. Он был за то, чтобы все больше людей отправлялись под арест именно не для того, чтобы в тюрьму, в судебную систему, а не отправлялись под реальный арест, не отправлялись в реальные тюрьмы, а отбывали наказание с электронным браслетом или просто в каких-то альтернативных формах именно лишения свободы. Согласно правосудовому законодательству, на вот такое, как называется, аминажман де Пена, или на перенос вот этого наказания, может призвать любой, кого приговорили менее чем то ли к полутора годам, то ли к двум годам лишения свободы. А у Саркази так и получается, что, с одной стороны, его уже, напомню, в марте 2021 года приговорили к году реального срока, сейчас ему слово приговорили еще к одному году реального срока, но все это не суммируется, и поэтому, точнее, суммируется, но никак не попадает под реальные лишения свободы. Поэтому, да, вот год реального лишения свободы он будет отбывать дома, и еще другой год лишения свободы он тоже будет отбывать дома. Еще не вести условный срок, еще на два года. То есть, по идее, сейчас, мне кажется, Аркази стал первым французским президентом, которого приговорили к четырем годам лишения свободы. Можно ли говорить о том, что это уникальное дело для Франции? Ничего подобного в истории страны не было еще, как я понимаю. Конечно, только так все говорят. Вообще во Франции, именно в Пятой Республике, было не так много президентов. Можно буквально пересчитать их, всех назвать. И вот до 21 века они были, ну, чтобы описанными, неприкасаемыми, но, по крайней мере, к ним относились совсем как к личностям с абсолютным иммунитетом. Никто даже не смело расследовать то, что они делали во время своего президентского взрока, хотя вопросы, конечно, и раньше были. Вот потихонечку это все началось еще при Жак Шираке, которого тоже признали виновным по делу о незаконном найме, когда он был мэром Парижа. Там тоже его приговорили к сроку. Однако он не... Потому что все-таки это было уже после того, как у него там было состояние здоровья другое. И в целом все-таки Ширак такая более громкая фигура во французской истории, чем Николай Сарказиев, как бы правые не хотели другого. Так что да, это, конечно, уникальная и шокирующая ситуация, я бы сказал, для Франции, которая меняет не то, что историю какого-то правого движения или историю одного президента. Ведь Саркази, теперь если спросить любого француза, чем известен Саркази? Если там, скажем, про Франсуа Миттерана, можно сказать, много там хорошего, плохого, можно многое сказать там интересного, скажем, про Оланда и про его реформы, то Саркази это будет первое. Это такой, можно сказать, шикарный стиль жизни, которым он славился. Он жил на очень широкую ногу. Ну и второе, конечно, вот эти бесконечные уголовные дела, потому что у него все-таки не только два, по которым мы его уже судили, но еще третье есть уголовное дело, которое касается также финансирования президентской компании из Ливии. Якобы возили ему миллионы евро из Каддафи кэшем в чемодарах. Это, правда, все сыпется потихонечку. Сначала один из главных свидетелей по этому уголовному делу говорил, что он может сказать, даже доказать, что у него действительно были вот эти чемоданы с наличностью, которые он перевозил на самолетах. Теперь вроде чемоданов и не было. В общем, посмотрим, пока что даже рассмотрение этого уголовного дела не началось, но потенциально у Саркази может быть еще и третий уголовный срок. Это уже, я бы сказал, даже будет недосягаемым рекордом для будущих лидеров Французской Республики. Вот спрашивают наши зрители у вас. Алан, в частности, интересует. Саркази признал свою вину? Нет, Саркази, конечно, не признал. Да, пропал у нас звук. Мы не слышим пока нашего гостя. Да, слышите ли вы нас? У нас просто остановился звук, да, и, видимо, сорвался у нас как раз звонок. Сейчас попробуем перезвонить нашему гостю и вернуться к нашему разговору. Вы также задавайте свои вопросы, делайте это в нашем чате. Да, Денис, слышите ли вы нас? Да, слышу вас. Да, вот он прервалось, все оборвалось, когда на вине Саркази, что он не признал свою вину, и на этом все остановилось. Смотрите, Саркази не только ведь не признал свою вину, он ведь еще и обжаловал Ова приговора, который ему уже были вынесены. И зная то, что Саркази обладает огромным судебным ресурсом, мы видели, почему так долго рассматриваются дела. Они рассматриваются только долго, потому что в целом вся французская система судебная не быстрая. Она будет рассматривать дела годами. О том, что Саркази оспаривал буквально каждое решение суда. При общении различных доказательств о том, как действительно он уже, особенно в последнем деле, по перерасходу средств на судебную, на предвыборную кампанию, он пытался сказать, что его уже за это наказали, когда штраф ему выписали. Это будет бесконечное обжалование, так что все эти дела для Саркази могут затянуться на годы. И пока эти дела будут продолжаться, пока будет тянуться сначала просто обжалование. Это тоже минимум год, а может быть и больше, если какие будут доказательства приведены со стороны защиты. После этого будет, вероятно, кассация. Конечно, адвокаты Саркази опытные и найдут, к чему именно придраться. Ведь сам Саркази также был раньше дюристом. Поэтому нет, он вину не только не признал, он называет все это охотой на ведьм, которые сейчас французские власти пытаются устроить против него и против правых. И, конечно, связывает это в том числе и с политическими амбициями, которые у него могли бы быть. Ведь хотя формально он никогда не говорил про то, что еще раз хочется становиться президентом, всем понятно, что у французских правых сейчас очень слабые лица. У нас нет какого-то отдельного лидера, который мог бы даже сейчас в следующем, ближайшем втором туре президентских выборов, который будет в 2022 году, по-нормальному собрать всех французских правых и действительно обладать реальными шансами на то, чтобы выйти вперед при выборе в президентской гонке. И вот Саркази мог бы, если бы не были все эти уголовные дела, конечно, вернуться в политику и даже поспорить с Макроном или Люпена за, если не президентское кресло, то, по крайней мере, за очень достойный процент во втором туре и снова стать ключевой фигурой. Но все эти судебные процессы, они, конечно, очень сильно им бы это помешали, именно поэтому сам Саркази пытается на них максимально не обращать внимания. Он даже в суде-то сегодня не был, поэтому его физически не могли никак загустить, просто послушал его адвокат, и дальше по телефону уже связался с Саркази, и сказал, а знаете, мой клиент собирается обжаловать этот приговор. Он ведет себя как рок-звезда, как человек из какого-то более высокого мира, которому этот, видите, общественный суд на самом деле не очень интересен. Даже вот не так давно у него было, по-моему, 29 сентября, пару дней назад, интервью на радиостанции Европа-1, и там он говорил больше про искусство, про то, как он оценивает других политиков, и про свои уголовные дела он старался не говорить. Поэтому для него это охота на ведьм, пока меня окончательно не приговорили, я ни в чем не виноват. Но вот хотя мы видим, если, скажем, по делу о прослушках так называемые, потому что, напомню вашу зритель, есть три уголовных дела. Первое дело — это дело о так называемых прослушках, когда Николай Саркази якобы пытался подкупить судью в Монако, для того, чтобы получить доступ к определенным материалам по своему другому уголовному делу, которое уже было закрыто. Видите, как все закручивается. Но там тоже странный момент, что, с одной стороны, вроде как он и не подкупил судью, потому что судья он обещал другой, более высокий пост в Монако, он его не добился. Да и свои материалы, доступ к материалам по делу так и не получил, как бы он это хотел делать. Второе дело вот сейчас по нелегальным финансированию компаний, тут все более или менее понятно. По крайней мере, сам факт преступления не отрицается. Ведь посмотрите, в чем, по сути, именно это уголовного дела. Напомню, во Франции есть лимит на то, сколько кандидат может потратить на предвыборную гонку, особенно во втором туре президентских выборов. Это примерно 23 миллиона евро. Больше потратить нельзя, иначе бы просто пришел какой-нибудь олигарх и купил буквально бы президентскую компанию, как опасаются французские власти. Ведь деньги-то все-таки есть, скажем, у Жарно или у кого-нибудь еще. Нет, так делать нельзя, поэтому все это очень сильно зарегулировано. И Сарказий потратил в два раза больше, но якобы потратил не он, а потратили представители его компании, потратила пиар-фирма. Сам Сарказий говорил, что я не был в курсе денег, меня это не интересовало абсолютно. С другой стороны, это ведь было не на пару сотен евро перерасчет. Был перерасчет действительно в два раза. То есть не в 22 миллиона евро он потратил, а в 43 практически. И вот, как оказали на суде, как сегодня подвердела версия обвинения, Сарказий не мог не понимать, что он тратит на компанию, на все вот эти митинги, которые стоили там порой 6-7 миллионов евро. Он не мог сам не понимать, что это все является уголовным преступлением. Поэтому так его и приговорили, хотя сам он никакие не подписывал чеки и все остальное. Ну и третье уголовное дело, которое еще, может быть, будет, точнее, оно уже рассматривается, но, может быть, дойдет до суда, оно потихонечку разваливается. Это как раз лимийское финансирование его компаний. Там пока тоже много белых пятен, но вот посмотрим, сможет ли Сарказий хотя бы в третий раз избежать приговора. Да, у нас звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Откуда вы? Добрый вечер, Владимир Петербург. Да, Владимир. Денис, скажите, пожалуйста, во французской прессе или во французском обществе как-нибудь обсуждаются вообще прошедшие выборы в парламент России? Спасибо. Так, это другая тема. Спасибо. Нет, смотрите, конечно, обсуждается. Россия вообще является достаточно важным регионом для Франции, и поэтому постоянно идут различные дискуссии о том, что действительно происходит в России. Но здесь надо смотреть, что даже обсуждаются не сами выборы, а обсуждается, скорее, судьба, скажем, Алексея Навального, судьба в принципе оппозиционеров. Там Светлана Тихановская, кстати, разгонечная Россия, Беларусь. Светлана Тихановская вот совсем недавно приезжала в Париж, и тут было практически... Я бы сказал, что это было именно на уровне такого визита главы государства полноценного, потому что она с кем только не встретилась, начиная от Оланда, вот только Саркази, кажется, она не пересеклась, вот, а с Жанем Ледрианом, с министром странных дел, со всеми абсолютно были проведены встречи. Во Франции позиция по выбору российских, по крайней мере, не официальной позиции, а по этой прессе, достаточно однозначной. Выборы были несвободны, это говорит, скажем, газета МОНД, я не буду сейчас цитировать там конкретных публицистов, но в целом есть главное мнение, что Алексей Навальный должен находиться на свободе, тут были различные петиции, и самое главное, постоянно проходят акции российской диаспоры, на которые действительно обращают внимание. Могу сказать, что они очень многочисленные, там, ну, пару сотен порой вышло, скажем, когда была аквадискотека и расследование, я не считал там пару сотен человек, 200-300, может быть. Ну, а в целом, конечно, есть поддержка российской оппозиции, а вот на Владимира Путина здесь смотрят даже на официальном уровне и вообще на российские власти, как на такого неудобного партнера, на такого соседа, с которым необходимо общаться, и помню, что Макрон, кстати, ведь один из немногих российских и европейских лидеров, который до недавнего времени постоянно общался с Владимиром Путиным, он ведь даже во форте Бригансон, в летней резиденции его принимал, это ведь другой уровень визита. Это не то же самое, что если бы Владимир Путина приехал, скажем, в Елисейский дворец. Это Макрон прервал свой отпуск, пригласил его в свою летнюю резиденцию и один на один, а потом в присутствии прессы, простите, с ним беседовал. Поэтому раньше был вот такой жесткий диалог. Многое поменяло отравление Алексея Навального, и самое главное, потом это был тоже очень важный случай для французского эстеблишмента, когда Макрон поговорил с Владимиром Путиным, это было по телефону, и, как утверждает Монт, которому, видимо, слили эту информацию, там специально, случайно, Путин пытался убедить Макрона, что новичок Алексей Навальный съел самостоятельно. Вот, что это все была имитация. И говорят, что вот Макрону это очень не понравилось, то, что с ним разговаривали не как с партнером, а как с ребенком, которого можно просто так обмануть. Ну, и после этого отношения официальные, по крайней мере, ухудшились. У нас еще звонок, много зрителей на линии. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы? Да, здравствуйте, меня Анна зовут, я из Риги звоню. Я бы хотела задать вопрос гостю. Вот вы сегодня в интервью утром говорили о том, что президент Франции, нынешний Мануэль Макрон, он склонен ближе к авторитарному стилю. По крайней мере, мне так показалось, что вы так сказали. Я бы хотела, чтобы вы прояснили, потому что для нас на постсоветском пространстве авторитарный стиль этого Лукашенко, как раз Владимир Путин. Да, но Макрон все же это что-то другое, учитывая, что его перед яйцами откидывают и еще чем-то. Ну, в общем, то, что мы, по крайней мере, видели здесь. Как бы вы могли это прокомментировать, что вы имели в виду? Нет, но подождите, все-таки мы говорим там, мне кажется, надо поговорить именно о системе координат. Давайте так, если мы будем, ну, все-таки мы с вами, скажем, про Францию, давайте поговорим там про вино, к примеру. Вот, можно так это сравнить. У нас есть там всем крепкие вино, вот, скажем, если мы можем с ним сравнить, там, Владимира Путина. Есть там вино гораздо менее слабое, которое можно между... менее сильное, которое можно между собой сравнить. Там, скажем, обычное вино и портфель. Вот Владимир Путин, это вот такой портфель прямо и образец, можно сказать, авторитарного, авторитаризма, образец этого жесткого стиля управления, там, отсутствие всякой свободы и демократии. А здесь все-таки это абсолютно другая система. И, опять же, посмотрите, когда мы говорим про, там, Владимира Путина, Лукашенко, особенно, давайте пока поговорим про Лукашенко, мы говорим про выборы абсолютно несвободные, абсолютно недемократические, которые никто не признал. Мы говорим про то, как человек выходит за рамки тех полномочий, которые ему, скажем, представляют закон и которым представляют даже Конституцию. То есть, действительно, нарушает многое. Когда я говорил про МНЛ Макрона, ведь речь не идет ни о чем таком. Просто идет о стиле управления непосредственно, о том, какие законы он проводит, о том, как он, скажем, общается с оппозицией, о том, как он выступает. Я скажу про страну в период санитарного кризиса. Какие жесткие тут меры, которые многим не понравились, проводились. То, как не всегда с оппозицией считались. Вот такой именно легкий авторитаризм. Даже, знаете, даже неправильное слово, не авторитаризм, а просто именно жесткий стиль управления. Мы видели, скажем, что Алант себе абсолютно другой образ, вот такого народного президента каким-то образом пытался присвоить. У Макрона все-таки принципиально другое. И с самого начала, там, и пресса его сравнивала, и сам он, по-моему себе, тут не буду врать, с Юпитером. То есть вот такой юпитерский стиль управления. Я знаю, куда я веду страну. Я проведу сначала, ведь с чего вообще начиналось срок иммунеля Макрона, что казалось самым худшим, что может случиться в ближайшее время, это сначала была реформа там железнодорожного транспорта и вообще транспортная реформа, после которой встали очень... стал транспорт лично к стране. Были забастовки. После этого началась пенсионная реформа, которая тоже была крайне жесткой, которая получила огромную непопулярность в обществе. И даже, несмотря на все многотысячные забастовки, Мануэль Макрона планировал ее провести. А после этого начался коронавирус. И вот здесь, конечно, весь авторитарный стиль просто... Ну, чтобы канул в лету, но, по крайней мере, ему стало сложнее проводить сейчас реформы, и поэтому реформа системы пенсионной пока что отошла на задний план. Но правители об этом активно говорят, что если действительно Эммануэлю Макрону удастся прийти на второй срок, хотя пока это не называется именно второй срок, ведь Макрон официально при выборной гонке еще не участвует, то к этому стилю вернуться. И вот так вот в жестком стиле управления Эммануэль Макрон доведет страну до того, чего он хочет. Но, опять же, речь идет, скажем, о какой-то конституционной реформе, которая позволила бы кому-либо остаться на третий, на четвертый срок, об отказе от выборов, о том, что Эммануэль Макрон не обладает никакой властью над тем, каким они будут допускать, не допускать этим всем занимаются другие структуры. Поэтому, скажем, очевидно становится понятно, что партии Макрона, Ан Марш и в целом французскому стеближменту не нравятся, скажем, новые кандидаты крайне правых, Эрик Зимур. Это отдельная история, это такой полемист крайне правый с порой возмутительными высказываниями, там, скажем, про ислама, про расизм, про все остальное. Но, видимо, его могут допустить до выборов. И ничего с этим французский стеближмент не может сделать, кроме одного — это победить его в честной и конкурентной борьбе. Вот к этому именно будет стремиться и Макрон, очевидно. Если, опять же, будет представить свой конкурент на выборах. Пока это очевидно, но этого не произошло. Ну что ж, спасибо вам, Денис, спасибо, что нашли время, вышли в прямой эфир, ответили на мои вопросы, на вопросы наших зрителей. Спасибо вам за это. Спасибо. Мы приветствуем зрителей Грэма. Наша команда ежедневно работает для вас и благодаря вам. И в ваших силах помочь нам оставаться эксклюзивными и оперативными. Да, оформляйте спонсорство на канал. Ход 2 евро в месяц найти просто. Заходите на канал Игрянул Грэм. В Ютубе есть соответствующая графа. Кликайте и подписывайтесь. Без вас мы не справимся. Вместе с вами мы сделаем много, мне кажется. И все только начинается.